Всем привет, друзья! Меня зовут Лиза, я студентка шестого курса медицинского университета. Пока я еще могу так говорить, потому что через полгода я уже буду врачом. И я хочу поднять еще одну актуальную тему. Недавно я с вами разговаривала про доказательную медицину, как вы помните. Сейчас я хочу с вами поговорить про то, зачем, собственно, врачу изучать английский язык. Не только врачу, но и, конечно же, студенту-медику. Так что, если вам интересна эта тема, а я надеюсь, каждому студенту-медику она интересна, оставайтесь со мной и получайте знания. А в конце я обязательно поделюсь с вами полезными ресурсами бесплатными, где вы можете изучать английский и улучшать свой скид. Итак, друзья, первое, почему вам стоит изучать английский? Я даже не буду здесь очень много говорить, потому что просто сами посмотрите. наши учебники, вот они, любуйтесь, и не наши учебники, а учебники на английском. Я ничего не имею против российской медицины, ни в коем случае вы не подумайте, но мы действительно очень плохо умеем классно преподносить сложную информацию. Поэтому, друзья, первый пункт – это вы сможете получать знания с огромным удовольствием, красиво, понятно, доступно, изложенным языком, со схемами, картинками, рисунками. Второй пункт, друзья мои. Вся информация актуальная, она действительно на английском языке. И это звучит так все банальненько, ну да, это мы слышали в сто раз, все годы мы это слышим, и что? Когда вы станете узким специалистом, вы поймете, насколько мало информации на русском языке, вы просто обалдеете, насколько, казалось бы, наш интернет безграничный, нифига подобного, друзья мои. Если у вас есть время, начинайте, оно у вас есть в студенчестве, есть время, начинайте, пожалуйста, тратите его на очень важные моменты. Если вы хотите стать классным, современным врачом, который знает современную информацию, вам обязательно нужно учить английский, хотя бы на базовом, минимальном уровне. Недавно, рассказываю историю, у нас была пара. Пара у нас была по инфекциям детским, нас вела профессор, и профессор давно уже читает все на английском языке, она не смотрит русскую литературу, потому что она уже знает больше, чем вот эта русская литература, российские источники. Она читает только зарубежные статьи, и она знает все статьи, которые выпускаются. И на самом деле, мне казалось вначале, вау, да ладно, это невозможно. Нет, когда ты занимаешься той или иной проблемой, узко особенно, какой-то инфекцией определенной, например, ты знаешь все исследования, ты ждешь исследования новые, ты разбираешься в них, ты живешь ими. И это, ну это действительно так. Вот она высылала нам некоторые российские какие-то учебники, некоторые английские источники, статьи и так далее. Все современные. Она нам задавала задания, и нам нужно было их высылать обратно. Все в группе, а у нас группа очень умная, но мои одногруппники, они не очень знают английский, к сожалению, и не пользуются английскими ресурсами, что грустно. Хотя ребята очень умные. Они все получили двойки, а я получила там 4-5, ну такие хорошие прям оценки. Все потому, что я зашла на UpToDate. Это сайт с самыми современными источниками, с исследованиями и вообще информацией на медицинскую тематику. И я все по нему сделала четенько и получила хорошую оценку. Вот, друзья, собственно, это и есть актуальность. Давайте я вам буду давать эту мотивацию, а вы начнете, наконец-то, заниматься английским языком и поймете, насколько это важно. Так что погнали к следующему пункту. У меня для вас хорошие новости. Этот пункт о том, что медицинский английский, он на самом деле простой. Я не шучу. Многие слова мы знаем, потому что мы знаем латинский, мы учили все курсы 6 лет. Нет, мы изучаем латинский, мы понимаем некоторые слова, которые одинаково звучат на латыни и на английском языке. Пробуем перевести этот отрывок. Такие слова, как respiratory, focuses, breathing, lance, abnormal. Я думаю, вы знаете. И просто начинайте переводить. В респираторном экзамене доктор фокусируется на твоем дыхании. Да, экзамен здесь не как экзамен, а как экзаменейшн, обследование, но вам и не нужно переводить этот отрывок дословно. Вы можете понять смысл всего отрывка благодаря тому, что вы знаете многие слова из латинского языка. Но, помимо этих слов, есть сам обычный английский, который с латыни не переводится, и мы должны знать эти слова. Это не художественный английский. Это абсолютно простой медицинский английский. Здесь всегда все очень понятно написано. Для того, чтобы врачи со всего мира, студенты со всего мира могли понимать это. Так что, друзья, нужно только немножечко тренировки. И это действительно легко. Вы можете зайти ко мне в инстаграм. Я там порой выкладываю всякие разборы, такие медицинские, медицинских текстов. Собственно, сейчас я беру пример из моего инстаграма. Причем большинство слов очень повторяется, и вы их все легче и легче с каждым разом будете воспринимать. Поэтому, друзья, ну действительно, медицинский английский, он легкий. Не переживайте. Четвертый пункт, друзья мои. Я сейчас смотрю видео, не видео, а сериалы, и фильмы, и видео лекции на английском языке. И я офигеваю от, например, речи Мэтью МакКонахи. Вы когда-нибудь его слышали? Это же просто. Мы недавно с мужем начали смотреть «Офис», это сериал. Мы сравнили, мы смотрели первый сезон в английском, просто на английском языке, с английскими субтитрами. И мы в один момент не могли, что там, не то, что не могли понять, а хотели уточнить. У меня Ваня очень хорошо знает английский, поэтому я, если что, у него уточняю. Кстати, это очень удобно, чем каждый раз гуглить. И мы включили перевод «Кубик в кубе». Как бы они очень крутые ребята. Я очень люблю Олю Кравцову. Но, блин, это все равно не сравнится с оригиналом. Ты после оригинала уже не можешь смотреть перевод. Если это, конечно, не гоблинский перевод. Поэтому, друзья, этот пункт. Наслаждайтесь оригиналом. Я понимаю, медицинский, английский — это хорошо, но мы все-таки не только медом живем, и надо что-то делать еще, кроме медицинского. И вот смотреть сериалы и фильмы на английском языке — это просто... Они в оригинале просто божественны. Вы к этому, когда придете, как я, я не сразу к этому далеко пришла, я недавно к этому пришла, не знаю, полгода назад. У вас новый мир откроет. Пятый пункт и, в принципе, последний. Английский язык позволяет вам путешествовать и посещать различные страны бесплатно. Вы можете использовать кучу стажировок. Причем этих стажировок и для студентов, и для врачей очень много. Вы можете выигрывать различные гранты, ездить на различные конференции в разные страны. Есть стажировки, которые абсолютно бесплатные, есть более платный вариант, но в любом случае вы должны знать английский язык, причем на хорошем уровне. И вы представляете, какой опыт невероятный, когда вы на пятом каком-нибудь курсе отправляетесь на стажировку в Нидерланды, например, в Швейцарию, и видите, какая там медицина, как там лечат. Это же невероятно. И также врачи. Врачи, у меня даже папа рассказывал, что он ездил на конференцию, и у него такой базовый английский. И он там пытался понять, и говорил, что по офтальмологии он ездил на конференцию в другую страну, я не помню куда, в Лондон, по-моему, в Лондон. И он говорил, что было достаточно сложно, и очень он жалеет, что еще раньше не начал изучать английский, потому что это действительно очень-очень-очень важно. Перед вами открывается целый мир безграничный. Я когда еще не очень владела английским языком, в плане, ну, я могла делать домашку, вот это вот все такое, школьный уровень, но я не могла просто взять и смотреть на Ютубе что-то, вообще на английском языке, или там читать, видеолекции какие-то смотреть. Я смотрела, как делает это мой муж, и я такая, Ваня, блин, как классно. А он вообще, для него нету разницы между там просмотрами, он может смотреть всякие видеообзоры на, не знаю, на видеоигры на английском языке. Он может скачать себе видеолекцию по программированию, он программист, на английском языке, и слушать ее, купить, точнее, лекцию и слушать ее. И у него нет вот этого ограничения. И это очень круто. Я тоже очень хочу, чтобы у вас не было вот этих границ, чтобы вы могли владеть самой современной информацией, чтобы вы могли быть современными врачами. Это же суперкруто. Я очень хочу, чтобы вы зашли на up-to-date, взяли эту подписку студенческую, например, и вы смотрели все там, и сверяли это с тем, что нам говорят, и понимали, какая есть разница колоссальная, и как круто быть доказательным врачом. А доказательным врачом быть без английского невозможно. Я смотрю разных блогеров, врачей взрослых, доказательной медицины, и они все берут уроки английского языка, потому что это все равно невозможно постоянно транслейтом пользоваться. Вы должны просто читать, как на русском языке, и все понимать. И у вас это получится, я вам обещаю. Смотрите, я рассказываю свой опыт. Я занималась в школе немецким языком, и где-то в старших классах и в начале медицинского вуза я пошла к репетитору по английскому. У меня была база хорошая. Но, друзья, эта база забывается, потому что я потом на два года забросила английский, я все забыла, к сожалению. И бросила я, потому что у меня не было времени ездить туда, к преподавателю. Но я пошла на каком-то пятом курсе, по-моему. Короче, я уже примерно больше года занимаюсь английским языком в онлайн-школе Inglix, и я занимаюсь онлайн, и это офигенно. Я не трачу время на проезд куда-либо, кому-то там в квартиру, в школу, неважно. Я могу заниматься дома. Вот у меня английский через пару часов, и я могу спокойно записывать видео, и никуда не торопиться. И это просто супер. Я очень советую онлайн-школу. Там есть в Inglix есть, помимо того, что вы можете взять преподавателя, там есть просто разговорные клубы. Они бесплатные для учеников. Я их тоже посещаю. И после этого спикинг вообще улучшается намного. Ты слышишь, как разговаривают другие люди. Ты можешь пойти к нейтив-спикеру на разговорный клуб. Ты можешь заниматься с преподавателем, как русскоговорящим, так и англоязычным. Я занимаюсь пока еще с русскоговорящим, но очень хочу уже переходить на native speaker, teacher. Вот. И что я могу сказать? За год я так взлетела в своих знаниях. Я офигеваю с того, что я перешагнула наконец этот языковой барьер, что я могу смотреть любые видео, фильмы, сериалы. Да, конечно, ты не чувствуешь себя вообще как в своей тарелке на 100%. Ну, к сожалению, да. Это все-таки не наш язык. Но, с другой стороны, тебя уже ничего не ограничивает. Ты можешь хоть что загуглить, посмотреть любое исследование, прочитать любые мета-анализы, пользоваться up-to-date, как rain library, что угодно. И это открывает границы все. И это очень классно. Я хочу, чтобы вы почувствовали каждый то же самое. Да, показатели. Да, показатели. Да. И... Вот. И я бы хотел, конечно, идти к... Поэтому, если я вас замотивировала, пожалуйста, друзья, вот мой промокод Лиза на скидку 35% в Inglix. Они специально для моих подписчиков дарят эту скидку, чтобы вы попробовали вообще, заценили, как вам это, может быть, у вас все пойдет с этим английским, как по маслу. И вы как раз увидите свою мотивацию и будете заниматься каждый день вообще. Просто потому, что вы хотите. И, друзья, конечно, я не забыла, что я вам обещала бесплатные ресурсы. Я даю вам ссылку на бесплатные ресурсы в описании. Вы переходите по этой ссылке. Английский можно учить и самому, на самом деле. Просто я не хочу тратить столько времени самостоятельно на самостоятельное изучение. Но, друзья, его можно учить и бесплатно. Поэтому, пожалуйста, переходите, смотрите. Может быть, что-то подойдет именно для вас. И если вы хотите, вы можете взять ненадолго преподавателя в онлайн-школе. То есть это не обязательно на год, на два, как в школе обязательно ходить. Нет, это все намного проще. Хотите? Пару занятий возьмите. Посмотрите, насколько это вам актуально или нет. Я думаю, что каждый вынес все, что хотел из этого видео. И, друзья, переходите обязательно ко мне в Инстаграм. Вот он. Я там и за английский вещаю, и показываю вообще свои уроки. Поэтому мотивируйтесь вместе со мной. Всем пока-пока. Стирайте эти границы. Продолжение следует...